Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Святитель Иоанн Златоуст говорит нам о скорбях благочестивым и о промысле Божьем. Все, говорит апостол, желающие жить благочестиво во Христе Иисусе, будут гонимы. 2 Тимофею 3 глава 12 стих. Каждый, говорит, желающий жить благочестиво, будет гоним. Под гонениями он разумеет здесь скорби и печали. Подлинно. Невозможно человеку, ищущему и идущему путем добродетели, быть без печали, сетования, скорби и искушений. Ибо, как это возможно тому, кто идет путем тесным и скорбным, тому, кто слышал, в мире будете иметь скорбь. Иоанна 16 глава 33 стих. Если Иоанн в свое время говорил, не определено ли человеку время на земле, и дни его, не то же ли, что дни наемника. Иоанн 7 глава 1 стих. То не гораздо ли более теперь злые же люди и обманщики, говорит апостол, будут преуспевать во зле, вводя в заблуждение и заблуждаясь. Стих 13 там же. Нисколько не смущайся, говорит, если они благоденствуют, а тебя постигают искушения. Такой порядок вещей. Человеку, который борется со злом, невозможно не испытывать скорбей. Борцу невозможно предаваться неги. Воину в сражении невозможно пиршествовать. Посему никто из находящихся в борьбе, пусть не ищет покоя, не предается наслаждениям. В настоящее время есть время борьбы, сражений, скорбей, воздыханий. Это поприще подвига. Время покоя будет после. А теперь время усилий и трудов. Ну что, если бы добрые веселились, а злые наказывались? Одно может быть, но другое нет. Злые могут терпеть наказание, но добрые постоянно радоваться невозможно. С Павлом никто сравниться не может. Ну и он проводил всю жизнь скорби. В слезах, в рыданиях, днем и ночью. Три года, говорит он, день и ночь непрестанно со слезами учил каждого из вас. Деяние 20 глава 31 стих. И еще. Много раз был в опасностях. 2 Коринфянам 11, 26. Не так он жил, чтобы сегодня радоваться, а завтра скорбеть. Но не переставал скорбеть ежедневно. Как же он говорит, что злые люди и обманщики преуспевают во зле? Он не сказал, что они наслаждаются покоем, но преуспевают во зле. Это преуспеяние во зле. Не сказал, что они будут благоденствовать. А когда они подвергаются наказанию, то наказываются для того, чтобы ты не думал, будто грехи остаются ненаказанными. Гиена не может удержать нас от зла. Посему Бог из сожаления к нам сам удерживает и пробуждает нас. Если бы никто из порочных не подвергался наказанию, то никто не думал бы, что над делами человеческими бодрствует Бог. А если бы все получали наказание, то никто не ожидал бы будущего воскресения. Потому что все здесь получили бы воздаяние. Поэтому Бог и наказывает, и не наказывает. Праведники здесь испытывают скорби, потому что они странники, пришельцы, и находятся в стране чуждой. Таким образом, праведники терпят бедствие для их испытания. «Ибо, послушай, что говорит Бог Иову, ты хочешь не спровергнуть суд мой, а обвинить меня, чтобы оправдаться?» Иова 40 глава 3 стих. «А грешники, когда терпят что-нибудь подобное, то в наказание за грехи свои. Итак, будем благодарить Бога за все, так ли Он делает или иначе, ибо то и другое полезно. Он ничего не делает с нами по ненависти или по отвращению к нам, но посылает то и другое по вниманию и по печенью о нас. «Тот, кто знает священное Писание, как должно знать, не соблазняется ничем случающимся, все переносит мужественно, иное принимает верою и приписывает непостижимому дома строительству Божию, а для иного видит основания и находит примеры в священном Писании. «Ибо не исследовать всего и не домогаться познания всего – это ясный признак знания. Относительно Бога, кто хочет знать все и дерзает исследовать все, тот особенно и не знает. Кто такой Бог? Ибо в Боге большая часть сокровенна, и исследовать дела Его невозможно. «Знай только то, что Бог устрояет все, что Он промышляет обо всем, что мы свободны, что Бог иное совершает, а иное попускает, что Он не желает ничего злого, что не все бывает по Его воле, но и иное и по нашей. Именно, все злое только от нас, а все доброе как от нас, так и от Его помощи. Что от Него не скрывается ничто, так Он действует во всем. Знай это, смотри, что доброе, что злое, а что безразличное. Как то добродетель – добро, порог – зло, богатство – бедность, жизнь – смерть. Безразличное. Познав это, ты вместе с тем уразумеешь, что праведные страдают, дабы получить венцы, а грешники страдают, дабы получить наказание за грехи. Впрочем, не все грешники получают наказание здесь, дабы иные не стали не верить воскресению. Равным образом и праведники, не все страдают, дабы ты знал, что не порог достоин похвалы, а добродетель. Вот правила и законы. Прилагай к ним что угодно, и ты не будешь оставаться в недоумении. Как у грамматиков есть шеститысячное число, под которым все подводится, и все, что можно определить и разлагать по этим шеститысячам, около которых обращается все. Это знают те, которые учились грамматики. Так и здесь. Кто знает эти правила, которые я опять кратко повторю, тот никогда не соблазнится. Какие же это правила? Следующее. Добродетель – добро, порог – зло, а безразличны – болезнь, бедность, козни против нас, клеветы, и дальше продолжаем сами. Приведенные здесь страдания, а если некоторые из них и благоденствуют, то для того, чтобы добродетель не казалось страшным, злые здесь веселятся, дабы получить наказание там, а если некоторые и здесь наказываются, то для того, чтобы зло не казалось добрым, и дела их безнаказанными. Если же они наказываются не все, то для того, чтобы не утратилась вера в день воскресения. И между добрыми есть люди, совершающие злые дела, за которые они здесь и отдают отчет, равно как и между злыми есть люди, совершающие добрые дела, за которые они здесь и получают воздаяние, Дабы потерпеть наказание там. Дела Божии по большей части непостижимы. Великое различие между нами и Богом, а какое именно, того сказать невозможно. Если мы будем рассуждать таким образом, то ничто не смутит нас. Восьмая беседа на второе послание. Господу славу и древесу. Аминь.